Весенние субботники в Альмитевске в этом году начнут раньше обычного. Традиционно активная уборка улиц стартует с начала апреля, но погода этой весной позволит начать ее пораньше. Об этом на утренней планерке заявил глава района Тимур Нагуманов. Раньше обычного планируют начать и посевную кампанию. По словам главы, в хозяйствах уже готовятся к старту весенних полевых работ. В ближайшее время аграрии приступят к подготовке почвы, а затем к севу яровых. Есть вероятность, что уже в марте мы выйдем в поля, и не только на подкормку, но и на посев непосредственно яровых культур. Вот, это задача такая, ранний сев, это всегда непросто. Я прошу тоже главы поселения, здесь присутствующих, обратить внимание на готовность ваших председательских фермерсов хозяйств. Что касается вопросов города, глава поручил направить максимум усилий на борьбу с гололедом. Говоря об этом, привел в пример опыт Финляндии, где для обработки обледенелых улиц также применяют смеси соли и песка. Когда у нас температура в районе нуля, кроме соли, ничего больше не спасает от гололеда. То есть хороший накат, который у нас жители просили этой зимой, чтобы на санках с детьми кататься и так далее, он возможен только если температура не приближается к нулю. Как только к нулю приближается, вот мы видим сейчас, что происходит на дорогах. Там, где был хороший накат, где можно было в валенках ходить, в санки, там сейчас гололед такой, что легко шею можно сломать. Вот, поэтому даже финны, которые против, вернее, категорически за экологию, они каждый год увеличивают применение соли. И сами об этом сожалеют, но говорят, что это неизбежно. Далее с информацией выступила руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Ирина Хайрулина. Рассказала, что с начала года в районе зарегистрировано свыше 12 тысяч заболеваний ОРВИ. Это на 15% ниже уровня прошлого года. 8 человек заболели гриппом, половина из них – это дети до 4 лет, которые не посещали детский сад и не были привиты. По словам Ирины Хайрулиной, заболеваемость не превышает эпидпорог. Подробно руководитель ознакомила присутствующих с мировой ситуацией по заболеваемости коронавирусами и напомнила рекомендации по профилактике болезни. Поражены сегодня коронавирусные инфекции более 100 стран мира. Наибольшее количество случаев выявлено в Китайской Народной Республике, в Исламской Республике Ира, Италии, Франции, Германии, Испании. В России зарегистрировано 10 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией. Это Московская, Делгородская, Калининградская области, город Сюмень, город Санкт-Петербург и Запайкальский край.